Добрый вечер! То сразу после моего выступления Тима покажет стриптиз. Так что вы знаете, что делать. Да, мы, кстати, вот... Не, ну, благодаря этому спору мы теперь знаем расценки на Тима стриптиз, да? У меня-то знакомый, один увлекатель психологии, и он мне вот говорит, «А, с тобой все понятно, ты нарцисс?» Я говорю, «Кто? Арцисс?» А где ты? Нарцисс. Человек без граната? В общем, он мне объяснил, что это такое, и я ему не поверил. Но вот за последние полтора года, что я занимаюсь стендапом, я реально обнаружил в себе внутреннего нарцисса, который периодически просыпается и временно меняет мое мировоззрение, да? Я вот объясню, как это происходит. Значит, вот у меня есть на Ютубе канал, куда я загружаю только видео со стендапов. И когда я загрузил первую партию вот этих видеороликов, и через некоторое время смотрю Ютуб-аналитику, я вдруг обнаруживаю, что мои выступления до середины досматривают, то есть вот до середины досматривают, всего 30% аудитории. Я был очень огорчен, потому что это совсем не те цифры, которые я ожидал увидеть. Но тут просыпается мой внутренний нарцисс и говорит, брательный, все в порядке. Ты же не какой-то там ширпотребный комик, да? Юморист какой-то. У тебя изысканный юмор. Понимаешь, ты элитный комик. Ну, мне понравилась эта мысль, да. Я ее принял. Смотрю дальше аналитику и с ужасом обнаруживаю, что до конца мои выступления досматривает, ну, в среднем, всего 19% аудитории. То есть из 100 человек, которые начали смотреть, всего 19% досматривают до конца. Понимаете? Ну, это уже окончательно меня, знаете, просто разбило, вот просто, да, демотивировало. Опустились руки. Ну, тут снова просыпается внутренний мой нарциссик и говорит, брат, ты не элитный комик, ты избранный. Твой юмор понимают только лучшие из лучших. Мне снова понравилась эта мысль. Я снова ее принял. Смотрю аналитику дальше и что я вижу? Оказывается, ровно половина зрителей уходит с моих видеороликов в течение первых 30 секунд. Представляете? То есть люди, из всех людей, которые начали смотреть мои видео, половина, они смотрят в среднем секунд 15-20, потом, ну, что за херня? И вот все. И вот все, эта информация окончательно меня добила. А моего внутреннего нарцисса он отправил в глубокий нокаут. И я осознал, что, оказывается, как стендап-комик, я очень-очень, очень-очень налюбителя. Типа, знаете, типа, как хаш в апреле. Типа такого, да? Или как пирожки с капустой. Вчерашние. Которые пролежали не в холодильнике, а на столе. Летом. И, знаете, вот в тот период я прямо под несколько выступлений выходил на сцену с очень смешанными чувствами. С одной стороны, с чувством бесконечной благодарности, тем самым 19%, за то, что они есть. А с другой стороны, с чувством глубокой вины перед остальными 81% зала. И я, когда выступал на сцене, у меня было такое ощущение, что, знаете, как будто я какой-то навязчивый комик такой, знаете, вот. То есть меня большинство зрителей как бы слушать особо не хотят, но приходится, да. И то они не расходятся, только потому, что после меня выступает Джарид Курбанов. И вот я бывало выступаю, да, в тот период, а сам глазами ищу в зале вот те самые свои родные 19%, да. И вот вижу мужик какой-то все время смеется. Я думаю, вот, вот он один из них. Ему нравится мое выступление, да. А нет, просто бухой. Ему сейчас все нравится. И я уже подумал, что, видимо, это и есть мои 19%, да. Ну, те, кто самый бухий просто. Но, наконец-то, мой внутренний нарцисс вышел из комы и сразу же взбунтовался. И мной овладела новая мысль. Мне, честно говоря, даже стыдно ее озвучивать, честно. Ну, в общем, мной овладела такая мысль, что те, кто не смеются над моими шутками, они просто туповатые, в общем-то. Ну, к счастью, вскоре здравый смысл взял верх. И я понял, что это действительно так. Я шучу, конечно. Я просто понял, что мне нужно с собой работать, расти, развиваться, да. Полтора года в стендапе это очень маленький срок. У меня еще все впереди. Я молодой комик и чрезвычайно талантливый. Просто зрителям нужно дать время, чтобы осознать мою гениальность. Я бы так сказал, да. То есть ну, без проблем. Я дам время, я подожду, без проблем. И вот сейчас я терпеливо выступаю перед вами. Да, нет, это все шутки очередные, неудачные. Я, конечно же, на самом деле просто очень жду тот день, когда не я буду себя подбадривать, не мой нарцисс, а сами зрители, вы скажете сами добровольно, искренне, молодец, красавчик, здорово, талантливый, супер, да, да. Спасибо, спасибо. Да, нет, я искренне жду тот день, когда вы наконец до этого дорастете. стендапе. кстати говоря, за полтора года, за полтора года, вот, что я в стендапе, знаете, я еще ни разу не рассказывал о своей личной жизни, поэтому я сейчас тоже не буду этого делать. Понимаете, у меня жизнь складывается по такому принципу, ну, вспоминать приятно, а рассказывать стыда. А, например, про свою личную жизнь в молодости я вообще даже не заикнусь, потому что в зале могут быть ее участники. и, ну, что сказать, вот, например, про нынешнюю жизнь, личную жизнь могу рассказать, но опять-таки, ну, что тут говорить, ну, давайте скажу, как есть просто, окей. Я встречаюсь с замужней женщиной, к счастью, она замужем за мной, ну, иначе было бы неловко, да, как-то, да. Ну, вот, в принципе, и все. Я мог бы еще рассказать про свои вот жизненные какие-то достижения, успехи, но это была бы очень короткая история, а мог бы я, наоборот, рассказать про свои какие-то жизненные неудачи, провалы, свои недостатки, но я не смогу сделать это лучше, чем моя жена. Еще в двух словах хочу вам рассказать про свою бизнес-карьеру. У меня, знаете, так было, что когда-то очень-очень давно я на работе попросил бонус, а меня послали в анус. Вот. И с тех пор я работаю только на себя, пусть без бонусов и пусть в анусе, но на себя. Я вам скажу, что самостоятельно зарабатывать деньги это очень приятно, наверное. для финансового успеха я очень много и очень упорно тружусь. Понимаете, визуализация успеха это непростое занятие. Да, я визуализирую свой успех финансовый, ну, потому что все остальные инструменты для заработка денег, которые я перепробовал за свою жизнь, они работают. А из всех этих инструментов по заработку денег я вам могу сказать, что самый ненадежный, вообще самый ненужный, самый неэффективный это, знаете, какой? Работать. Да. Вы, наверное, спросите, да, какой результат? Результат такой, что, ну, вот за это время я стал меньше париться о деньгах. Ну, во-первых, у меня уже и не осталось тех денег, о которых можно париться, а во-вторых, знаете, мои воображаемые 500 миллионов евро успешно лежат на моем воображаемом счету в Швейцарском банке. Так что, все в порядке, да. А вот недавно я жене говорю, что, послушай, ты должна научиться визуализировать свои желания, свои мечты. Вот, что ты хочешь, да, вот визуализируй это. Она говорит, не могу. Я говорю, почему? То, что я хочу в нашей квартире не помещается. Я говорю, что ты хочешь? Новую квартиру. И, как ты понял, побольше этой. Но, знаете, я все-таки сумел возложить на жену обязательства по визуализации. И теперь, когда она мне говорит, что, ну, когда ты начнешь, наконец, зарабатывать нормальные бабки, да, я говорю, а когда ты начнешь нормально визуализировать. Кстати, у меня, вот, знаете, жена, она вот абсолютно неревнимая, ну, вот вообще неревнимая, да, она настолько неревнимая, что меня это даже обижает. Это же, до какой степени нужно меня недооценивать? А для моего внутреннего нарцисса это просто как тест на выживание. Она мне недавно говорит, вот, говорит, посмотри на наших соседей, вот, муж с женой. Ты видишь, он все время держит ее за ручку. А почему ты так не делаешь? Я говорю, я? Я же ее даже не знаю. Да, и, а на пляже, вот, недавно мы лежим, перед нами девушка ходит в стрингах, и у нее, вот, на ягодице тату в виде какой-то надписи, да, а мне что-то заклинило прочитать эту надпись. Я, значит, сижу, а у меня, ну, с лозрастом же зрение уже не то, да, мне приходится вот так щуриться, да, прикилялась, она туда стоповует, я за ней вот так вот щук и смотрю. А когда жена это увидела, она просто дала мне очки. Все. Ну, конечно же, конечно же, не ревнивая жена, это в тысячу раз лучше, чем ревнивая. Я такие примеры видел из жизни, знаете, что ой-ой-ой. Вот у нас знакомая есть, да, там жена, ну, она, это просто, знаете, вообще помешана на ревность, это какой-то перебор вообще всех мыслимых границ. А каждый раз, когда ее муж приходит чуть-чуть позже обычного домой, она начинает на нем искать женские волосы. И поскольку за 20 лет она на нем не нашла еще ни одного женского волоса, сейчас она уверена, что он встречается с какой-то лысой тварью. А другие вот у нас есть знакомые, но там, там жена, она вообще маньякально ревнивая, просто вот маньячка натуральная, да, знаете, до чего дошла? Она взяла на своего мужа куклу Вуду. И когда он, значит, где-то допоздна задерживается, она начинает, начинает втыкать, значит, иголки ему в задницу. И что вы думаете в итоге? В итоге она доигралась и у мужа открылась острая форма кемороя. А, знаете, еще такой парадоксальный момент я заметил. Вот, смотрите, логически, да, женатый мужчина, он с годами должен лучше разбираться в женщинах, по идее, да, ну, он же живет в женщине. А вот, например, у меня получается так, что, как бы, за время вот моей женатой жизни у меня вопросы к женщинам только накапливаются. в молодости у меня к женщинам был только один вопрос. Какой у тебя номер телефона? А сейчас у меня накопилось целая куча очень серьезных вопросов. Ну, давайте вот, например, вот, дорогие женщины, скажите, пожалуйста, почему вы ругаете там или отчитываете мужчину за то, что он разбрызгал воду в ванной? Ванная комната, она же вроде предназначена, чтобы там умывались, да, купались, а мне жена еще такую абсурдную фразу иногда говорит, да, типа, вот зачем ты тут все разбрызгал? Я говорю, что значит зачем? Я что, специально? Дорогие женщины, вы что, думаете, что, вот как вы себе представляете, что мы, когда мы, мужики, купаемся, мы специально открываем душкобину и делаем вот так, да, на зеркало, на тебе на стену, на тебе на пол, да, а потом выходим и не вытираем все полотенца, так, да, все представляете, да, понимаете, ванная комната, она специально сделана, создана, чтобы быть мокрой, понимаете, там у нее на стенах, на стенах капель, на полу метлах, да, мы брызгаем ни краску, ни черни, просто воду, то есть, когда мужик выходит из ванной и там мокро, это нормально, я вам скажу больше, это даже хорошо, потому что это означает, что он использовал ванну по назначению, а вот если бы он вышел из ванной, а там было сухо, вот тогда уже есть повод спросить у него, а что ты там делал столько времени сухую, я, но, но, дорогие дамы, вы на этом тоже не остановились, вы решили вывести эту проблему на следующий уровень, вот скажите, пожалуйста, вот зачем нужно в мужской ванной прямо под раковиной стелить коврик, который нельзя мочить, вы понимаете, это то же самое, что одеть на ребенка, на ребенка памперс, в который нельзя какать, а это еще при том, что в магазинах полно ковриков специально для ванной, да, и, которые можно мочить, они непромокаемые, но нет, вам они не интересны, в них нет интриги, в них нет конфликта, да, да, а, мне вообще, вот честно вам говорю, у меня такое ощущение, что вы просто прикалываетесь над нами, вот честное слово, да, мне иногда кажется, что вот я вышел из ванной, жена меня отругала за то, что я везде разбрызгал, потом отругала за намоченный коврик, а потом она уходит в другую комнату и там, вот, а у нас еще есть один человек, который либо сейчас разбогатеет на 100 монат, либо, либо разбогатеет в плане количества фанатов. Тимочка, можно на минутку тебя, пожалуйста? Дорогие друзья, вот смотрите, вот 100 монат, вот, не, подожди, подожди, вот одеты, одеты Тима, и что будет происходить дальше, решать только вам. У меня все, спасибо большое. Руслан Добрый!